Сегодня в Казахстане стартовала массовая ревакцинация. Прививочная кампания будет проходить в два этапа. По данным Минздрава, на первом планируется привить почти миллион, на втором больше шести миллионов человек. О том, кто в первую очередь должен будет получить третью дозу антиковидного препарата, нам расскажет Дина Жанабекова. Она присоединяется к нам в студии. Дина, а кого охватит повторная вакцинация? Дина, в первую очередь это будут врачи, педагоги, правоохранители, а также люди старше 60 лет и те, кто предоставит тест на отсутствие антител. Сейчас расскажу подробнее. К слову, без дополнительной прививки зеленый статус ваш шек исчезнет через год. А вот у тех, кто пройдет ревакцинацию, статус будет продлен. Пройти процедуру повторной иммунизации можно будет в прививочных пунктах. Всего их по городу 132. Тем временем первыми бустерную дозу препарата уже начали получать вакцинировавшиеся еще в феврале медработники. Мы находимся на передовой. Мы являемся контактными со всеми видами инфекции. Тем более коронавирусной инфекции. Поэтому надо защитить себя, защитить родных, защитить наших пациентов. Не хватало, чтобы нам заболеть. Отметим, после введения векторных вакцин ревакцинация проводится через 9 месяцев, а после получения инактивированных вакцин через 6 месяцев. А вот что касается препаратов, которыми рекомендуется ревакцинироваться, то по словам иммунолога, в качестве третьей дозы лучше использовать разные вакцины. Если живые вакцины получил пациент, то он получает через 9 месяцев уже на выбор. Мы рекомендуем неживые вакцины. Потому что в связи с чем это такая идет рекомендация? Она идет в связи с тем, что мы развиваем хорошо иммунитет. Чтобы после получения живой вакцины мы уже такую основу создаем, чтобы он хорошо сформировался неживыми вакцинами. Между тем, сегодня в Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для зеленой зоны. Отметим, город покинул желтую зону под темпом распространения коронавируса еще 14 ноября. Таким образом, участники проекта АШЭК смогут работать до трех ночи, а лидеры до пяти утра. При этом в объектах малого и среднего бизнеса увеличена дополнительная заполняемость. А вот соны, аэропорты, отели, гостиницы, бассейны, спа-центры, ТРЦ, рынки и парикмахерские будут работать без каких-либо ограничений. Отсутствие запретов продолжит распространяться и на работу вокзалов, а также на городские и областные перевозки. Таким образом, ДИАС, будем надеяться, что активная вакцинация, а также полное соблюдение санитарных норм позволят нам сохранить текущую благоприятную эпид-обстановку. Да, Дина, будем верить, что Алматы останется в зеленой зоне. Спасибо. Дина Жанабекова рассказала о старте ревакцинации. А мы продолжаем.